Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире новый проект, наш проект Саши Журавлёвым. Для меня большая честь работать с ним сегодня. И у нас в гостях наш первый гость Серегжан Мамбиталин. Не знаю, как вас правильно представить, разрешенный или запрещенный человек в Казахстане сейчас? Ну, если я с вами здесь, наверное, разрешенный. Как вы въехали в страну? Нормально? Без проблем? Без проблем. Показал паспорт, поставили печать и заехал. Вообще часто передвигаетесь? Очень часто. Я очень часто, да. Я не могу понять, почему вы живете в Лондоне? Ну, я уехал в 2002 году туда работать по контракту. Работал, работал, работал. Потом захотелось приехать и сделать что-то для страны, работать в этой стране, в своей стране, так сказать, отдать сыновний долг. И, может быть, это звучит пафосно, но это было именно так. На капиталистов там условно. Нет, если у вас все хорошо, если вы живете в Лондоне, у вас там семья, если вы зарабатываете хорошие деньги. Вот я, честно, не верю тому, что вот вы взялись, и у вас вдруг патриотические чувства, вы решили вернуться в Казахстан. Очень-очень сложный вопрос, да, но я вам расскажу так. Я всегда интересовался тем, что происходит в стране. Потом у меня был такой опыт. Я ровно год не ел ни грамма мяса, не ел ни грамма рыбы. Возможно, чакры открылись. Такое может быть? Верите в такое? В такое даже не верю. В такое даже не верю, да? Ну, тогда другую версию рассказывай. Давайте другую версию. Другая версия. Более похожа на правду. Я сам, честно говоря, этому не верю. То есть вы хотите, у вас это амбиции? Это не моя амбиция, это что-то в меня входит, и я это просто ретранслирую. Поэтому очень сложно, на самом деле, объяснить эти все вещи. Но у казахов есть понятие аруахи, да? Деды, прадеды, как бы. И вот, видимо, все-таки кто-то посылает сигналы, и я этим сигналом. Ну, смотри, это же не просто так, да? Даже если ты живешь в Лондоне, хорошо зарабатываешь, семья там живет. Но ты бы захотел, приехал и стал лидером партии. Ну, не каждый, наверное, так сможет. Вот, наверное, вот в этом как раз и кроется подвох какой-то, да? Вопрос самый главный. Как так? Уехать из Англии, приехать сюда, возглавить партию, пойти на выборы вдруг? То, что я возглавил партии, это случилось не вдруг. Вообще идея была такая. Не идея, а вот именно эта мысль создать зеленую партию была основана на моем общении с британскими зелеными. У нас были очень интересные встречи British Library, и однажды я в составе английских зеленых поехал в Брюссель на очередной съезд европейских зеленых партий. Я попросил слова, выступил там и сказал, что у нас вот проблемы есть Симпалатинского ядерного полигона, есть проблемы, все знают проблему Орала там, да? Но вот новые проблемы возникают в связи с разработкой Каспия, Каспийского моря, да? И в принципе идею они мне сами подали. Сержант, а почему у вас нет зеленой партии? Я тоже понял, почему нет? Я сразу им сказал, а руководство Европейской партии зеленых, если мы создадим партию зеленых в Казахстане, вы примите ее в сообществе европейских зеленых партий. Это целых 35 партий. Вот наши соседи вот через Каспий, Азербайджан, имеют там членство. Мне сказали, да. Два года в статусе наблюдателя, и потом уже будете full member, то есть полностью члены. И в принципе экология для меня не пустой звук, да? Потому что я вот как доктор вам скажу, что можно создать любые медицинские условия, но если человек изначально потребляет воду, которая непригодна для питья и дышит воздухом, в котором очень много свинца, медицина здесь будет бессильна. Поэтому идея была именно такая. Вы же не могли просто так приехать в Казахстан, поэтому вы приехали с идеей. Да, конечно. Идея, конечно, такая благая, хорошая, но каким образом? Три недели назад был в Вене, и мы делали пикет, я вам могу сейчас фотографию показать, мы делали пикет около здания МАГАТЭ против планов нашего правительства и МАГАТЭ расположить в Усть-Каменогорске банк ядерного топлива. Я написал в Фейсбуке своим друзьям, и местные австрийские зеленые сами договорились о месте пикета напротив здания МАГАТЭ, сами сделали плакаты, транспаранты. Мне осталось только приехать, поучаствовать в пикете, а после этого у нас еще был круглый стол. Я там делал доклад. И вот этот доклад, и вот эта информация про пикет вышла в самом популярном еженедельнике Австрии, называется Кронинсайтинг. И эту информацию про банк ядерного топлива прочитали как минимум миллион подписчиков этого еженедельника. То есть вы спровоцировали акции, протесты, да? Я спровоцировал. Можно так сказать. Вывели людей к зданию МАГАТЭ, чтобы они... Да. А теперь в Европе знают про эту проблему. Это не локальная проблема, это Международный банк ядерного топлива. Потому что если мы сейчас этот вопрос не вынесем на референдум, то до конца года может подписаться соглашение между Казахстаном и Банком ядерного топлива, потом он автоматически практически ратифицируется парламентом, и все. И он уже начнет работать. Вы считаете, нужно выносить на референдум? Я считаю, что нужно. Есть вообще шансы, что он будет вынесен на референдум, или вот как-то тихо он так примется сам собой, как бывает чаще всего? Шансы есть, но для этого нужно понимание всего общества, нужно иметь доступ к средствам массовой информации. Если бы мне дали, я бы в 5 минут объяснил, почему нам этот банк не нужен. А вы можете вот так, не знаю, по пальцам? Ну по пальцам. 3-5 пунктов, почему? По пальцам давайте. Кротко и ясно, что понятно. Во-первых, Усть-Каменогорск это самый загрязненный на сегодня город. Во-вторых, Банк ядерного топлива будет иметь международный статус, и непонятно, кто его будет охранять. Хотя этот город находится в 100 километрах от России и в 300 километрах от Китая, которые две ядерные супердержавы. Третий вопрос, коррупция. Очень большая проблема, мы на 120 месте из 186 стран. То есть у какого-нибудь чиновника появится соблазн продать на сторону эти бочки с низкообогащенным ураном. Четвертая проблема, терроризм. Когда, может быть, начинались переговоры с МАГАТЭ, страна была стабильная, никаких взрывов мы не слышали. Но когда на государственном уровне признают, что у нас есть террористические какие-то формирования, мы видим эти за последние полгода почти 50 человек уничтожено, объявлены террористами. И все внутри страны, они оттуда-то пришли. И вот об этом я говорил западным обывателям, что вы еще раз подумайте, стоит ли в Казахстане размещать банки ядерного топлива. И пятая проблема в том, что согласно международным конвенциям, страна, которая предоставила ядерное топливо, оно должно утилизировать у себя на территории. То есть я боюсь, что вот эти 60 тонн, которые декларирует МАГАТЭ, завтра превратятся в тысячи тонн радиоактивных отходов, которые будут заходить нам в страну, и мы просто не сможем контролировать, потому что это все режимные объекты, у нас нет прозрачности, завтра просто нас не допустят к этим объектам. Вот хотя бы эти пять аргументов против, я не думаю, что кто-то там, господин Жантикин или господин Школьник, могут возразить. Если мы уж сказали, объявили себя антиядерной державой, давайте исследовать этому. А во власти вот сейчас там повыше, есть люди, которые сторонники вашего подхода, чтобы не размещать ни в коем случае? Ну, если даже есть такие сторонники, они очень себя скромно ведут и не проявляют никак. Давайте проведем референдум по этому вопросу и закроем тогда вопрос. Если скажет население «да», то поставим. Если нет, давайте закроем. Ну, судя по комментариям к моим статьям по банку ядерного топлива, абсолютное большинство против. Но вы мне скажите про партию. Вы приехали с хорошей идеей, да, в Казахстан. У вас все получилось. Я думаю, что вы, наверное, какой-то у вас был план. И у вас, в принципе, все хорошо шло до определенного момента. Потому что вот я недавно писала Азата Перуашева на статус-кво. Он говорил о том, что вы его обвиняли в том, что он купил партию у Алихана Байменова. Хотя на самом деле выяснилось, что это вы купили у Алтанжа Джигановой партию за полмиллиона долларов. Это он вам так сказал? Он сказал, что свечку не держал. Но что вы его обвиняли в том, что это он купил. А на самом деле получилось так, что это вы купили. Вообще, в принципе, продавать партию и покупать партию... Вообще, сама сделка имела место? То есть это было или нет? Была договоренность, конечно. Деньги были там какие-то, да? Денег не было. Но были обязательства перед ней. Но она же не могла просто так. Представляете, что у меня будет своя партия и я. Вы приезжаете, говорите, что у вас такая хорошая идея. Но я-то с этой партией столько лет работала, набирала членов. И вы мне просто рассказываете какую-то хорошую идею. Я же не могу взять и сказать, ну, конечно, Сергей Жанн, заберите партию и возглавьте ее. Когда я приехал, я начал заниматься созданием новой партии с нуля. Но когда я посмотрел, понял, что у меня нет никаких шансов. Но идея есть, идея, на мой взгляд, правильная. Сергей Жанн, скажите правду. Я уже многим рассказал. Ну, я же рассказываю. Ну, скажите правду. Вы ее купили? Нет, не купил. Ну, вот я не верю, что просто так взять и отдать. Ну, дайте я дорасскажу. Хорошо. И когда я понял, что с нуля не зарегистрирую, я начал разговаривать с лидерами, так называемых, я про себя их называю, Дорманд Паттис. Дорманд – это такая спящая партия, будем говорить. Я поговорил с своим бывшим шефом Ганей Сингиновичем по поводу сотрудничества партии патриотов. Я пытался разговаривать с другими лидерами. Ну, сейчас Кайжан, она так получилась, что у нее и возраст, и, в принципе, на самом деле, тянуть партию – это очень сложно. Это кажется так, что партия – партия. На самом деле, это требует времени, требует затраты и так далее. Я ей сказал, вот у меня есть такая идея, мы эту партию брендируем в зеленую и заходим в европейскую партию зеленых. Более того, я ей сказал, вы оставайтесь председателем партии, я буду, ну, типа, генерального секретаря. Мне не нужно председательство, мне главное продвигать свою идею. Сказал, Серегжан, ну, если у тебя такие красивые идеи хорошие, ну, почему будете не стать председателем? Вот мы договорились, на этом разговор закончился. На самом деле, я до 16 марта 2010 года, когда меня избрали председателем партии, я сам в это слабо верил. Я думаю, в любой момент сейчас будет звонок, и Алтшаш Кайжан скажет, Серегжан, балам, не получилось. В итоге так и получилось. Наверное, проблемы начались, когда зеленая стала становиться национал патриотической, да? Проблемы появились после того, когда мы начали набирать очень большую популярность. И это во многом благодаря тому, что… К вам зашел Шаханов. Да, мы договорились с Мухтаром Шахановым, и мы пошли вместе на эти выборы, да? На самом деле, никто не верил, что я, там, городской рафинированный казак, который прожил в Лондоне 10 лет, найду общий язык с нашим народным поэтом. На самом деле, я его уважаю очень сильно. Все эти вопросы, которые он ставит, они очень своевременные, да? Он реально переживает за это, он за это болеет буквально, он принес два инфаркта. Серегжан, вот с чего все-таки началась проблема, да? То есть, зеленые партию получили, стали ей руководить, стали набирать какие-то обороты. Вошел к вам Шаханов с его национал-патриотическим крылом, да? И тут начались проблемы. Если бы изначально были проблемы с объединением с национал-патриотами, нас бы просто не зарегистрировали. Вот когда сейчас говорят, вот у Серегжана не было документов, печати, ну, это все сказки, потому что Центральная избирательная комиссия очень тщательно проверяла нас, все наши документы. Мы получили удостоверение кандидатов, наш партийный список, 28 человек, был зарегистрирован. И проблемы начались, на самом деле, после событий в Жен-Аузене. Когда произошли эти кровавые события, я написал в фейсбуке обращение, которое не прошло, не замечено. Наверное, вот эти события в Жен-Аузене, да, они переформатировали как-то ход выборов. И ситуация пошла по сценарию, который не был запланирован в аккорде, да, может быть так. Я думаю, вот этот момент как раз и сыграл. Ну, то есть именно вот роковым для дальнейшей судьбы Руханият, особенно в участии в выборах, стал именно Жен-Аузене. Да, мы все, что могли сделать. Серегжан, а мне было обидно пройти такой длинный путь, то есть вы провели такую большую работу. Цель была рядом, да. То есть цель, она была, вот вы уже практически дошли до финиша, а Вадим Прекрасный День, Алтаншаш Джаганова просто говорит о том, что... Отзывает свое решение, по сути. Отзывает, говорит, все, партия снова моя. Вы понимаете, что... Вот по-человечески. По-человечески первая реакция была, конечно, это неправильно с ее стороны, но с другой стороны я понимаю, что все мы люди, да, у нас есть слабые стороны, и кто-то, может быть, на эту слабую сторону надавил, да. И я не верю до сих пор, что она это делала искренне. Ее просто попросили, будем так говорить. А то, что касается, что мне обидно, там не обидно, ну, это жизнь, во-первых. Во-вторых, на самом деле сейчас, наверное, даже в Окверде переживают, что туда не зашли какие-то здоровые, так сказать, патриотические силы, и то, что сейчас заставляют говорить политиков провластных, там, условно говоря, Евразийский союз, ну, это звучит неубедительно. А вот если бы об этом говорили национал-патриоты, то, в принципе, наверное, это уже другая была реакция. Мы с Шахановым, с национал-патриотами, как бы, я дал площадку, я давал им возможность зайти в парламент. То, что не получилось, не получилось. Но национал-патриотов, я поддерживаю их, я сам себя стал относить уже к национал-патриотам, и считаю, что вопросы, которые они поднимают, это не, на самом деле, злободневно, если вы увидите, если заходите в социальные сети, вы видите, что вокруг вопросов языка они постоянно вызывают оживленные дискуссии, то есть народу не безразлично это. Это все вот эти вот упущения, да, которые мы, мы вот 20 лет, там, 22 уже почти, строили страну, а забыли, чем там занимается молодежь, а выросло целое поколение, которое не знало Советского Союза. Может быть, стоило дать площадку национал-патриотам, чтобы они сами разобрались вот с этой своей средой, да? Конечно, если вот национал-патриотов не найдется ниши, да, то вместо них придут завтра исламские террористы. И на самом деле это так и происходит, но, как бы, кровь, там, национальность, это всегда стоит на первом месте. Сначала человек казах там, да, а потом он уже мусульманин, будем так говорить. Но в связи с тем, что у людей есть неудовлетворенность, и ислам, и хуран провозглашает слово справедливость, это номер один, да, и когда люди видят, что есть несправедливость, они начинают искать пути, выразить вот это. И мы на самом деле теряем поколение, которое могло быть государственниками. Если молодых людей, сейчас молодым людям говорят, вы не занимаетесь политикой, политика — это грязное дело, то завтра кто будет управлять этой страной? Мы должны их воспитывать, потому что политикам за один день не становится, это надо пережить, это надо в себе воспитать, государственный взгляд на все эти вещи. А на сегодняшний день нет ни площадок, нет ни возможности проявиться молодым людям в политике. Не все же хотят зарабатывать деньги, да. Но самая главная проблема — это отсутствие идеологии. Мы до сих пор не сформировали нашу повестку, мы так и не определили, помните, в Советском Союзе, что такое хорошо, что такое плохо, да? Куда движемся? Линичные молодежи даже не говорят. Мы как бы, мы-то в Советские времена еще получили воспитание, когда говорят, вот это хорошо, а вот это плохо. Сейчас детям даже такое и не говорят. Даже если бы семь человек прошли, мы бы спокойно эти вопросы поднимали. Терекжан, скажите, а откуда ресурсы? Вот вы говорите, мы сделали это, то есть вы там в 6 областей, вы провели, ну то есть предвыборная кампания, она же очень дорогостоящая? Дорогостоящая, да. Я считаю, что я не бедный человек, да, но в то же время, вот в тот момент, когда у нас мы начали предвыборную кампанию, так получилось, что, как называется, разрыв в кэш-флоу, да, и я дом родителей, которых, которым построил в 95-м году, заложил в банке. То есть была такая ситуация, когда нужны были срочные деньги, наличные деньги, и я это сделал. Ну, в отличие от других политиков, да, я вам могу показать свои налоговые декларации, которые я писал, эта форма называется P45, да, P45, которую я каждый год сдавал в налоговое управление и в Величество Королевы, да, Англии. Поэтому у меня они сохранены, я могу показать и доказать, что я зарабатывал эти деньги честно, в отличие от подавляющего большинства политиков, которые сейчас работают. Которые прошли в парламент в том числе? Которые прошли в парламент в том числе, да. Ну, я просто слышала о том, что у вас есть спонсор, который тоже живет в Лондоне. Спонсор, который живет в Лондоне? Да. Ну, там живет Александр Атоныч Машкевич, живет глава Казахмыса, там живут семьи очень многих наших чиновников. Вот конкретно скажите про кого? Ну, Мухтар Аблязов там тоже живет. Мухтар Аблязов? Да. Мухтар Аблязов живет, но я не думаю, что он может быть спонсором, потому что у него есть две партии, у него безрегистрирована ЛГА и КПК. У него своих затрат хватает? У него своих затрат хватает, да. Но вы с ним знакомы лично? Я с ним знаком с 90-х каких-то годов. Ну, на самом деле, что скрывать, сын Мухтара Аблязова учился в одной школе с моей дочкой. То есть вы могли в школе встречаться? В школе не встречались, не встречались. Ну, специально встречаетесь? Специально не встречались. Но если вы нечаянно встречались, можете посидеть, чай попить? Конечно, можно. Поговорить о Казахстане? Конечно, можно. Можете. Если случайно встретимся. Ну, такого не было, потому что у него особый режим. Ну, как я могу относиться? Человек, у него свое видение развития Казахстана, он хороший финансист, но я не разделяю его взгляды. Но у вас тоже есть свое видение? Да. То есть вы же тоже не разделяете видение нынешней власти, я так понимаю? Ну, я могу сказать, что я делал все, что было в русле нынешней политики президента. То есть вы не против политики президента? Мы поднимали вопросы экологии. Президент говорит о зеленой экономике. Мы говорили о проблемах Уралманов. Это тоже государственная программа Нурлакош, которая была принята именно президентом. Мы говорим там «Путь в Европу», о котором уже целая программа есть. Вы мне скажите, каким своими действиями я был против президента? Мне тоже интересно. Когда была предвыборная кампания, вы бы себя прямо называли и вашу партию «Оппозиционер». Вот, в общем, амбитали на «Позиционер» сейчас? Я оппозиционер тому, что те идеи, которые проразглашаются, пишутся вот эти «Зеленые карты», «Путь в Европу», «Проблемы Уралманов», они только пока на словах и не исполняются. Вот в этом я оппозиционер. Но все мои действия, они были в рамках того, о чем говорит президент. Конструктивные. Конструктивные, да. Вы знаете, за столь короткий период мы узнали Сергея Мамбиталина, да? Да, очень быстро. И очень быстро. То есть вы показали, что, оказывается, можно жить в Лондоне, ну или вообще в заграницах. Будучи неизвестны для граждан своей страны. Да, причем можно, получается, приехать в Казахстан и буквально за год стать суперпопулярным политиком, которого интересно слушать, с которым хочется говорить, которого интересно приглашать. Ну, то есть вы показали, что это возможно. Возможно. Сейчас у вас нет доступа к СМИ. Ну, в Фейсбук у меня есть. Это только интернет остался. Ну, вот я смотрю на вас, и вы мне всегда были интересны. Потому что я вас слушаю, вы очень хорошо говорите. И вы адекватно рассуждаете. Вы говорите правильные вещи. Да. Я не могу понять, почему все сейчас против вас. Ну, может быть, вот это как раз-то и раздражает, что человек абсолютно неизвестный приехал. Получательно нельзя быть ярким, харизматичным, интересным. Да, скорость набора популярности, она была чересчур такая. Вы говорили о том, что если бы у меня был доступ к СМИ, то сейчас вы чувствуете, что у вас нет доступа к СМИ? Конечно, нет. Ну, как вы думаете, почему? Нахабар зовут? Нахабар? Раньше же звали? Нет, последний раз нет. Нахабар, я как председатель партии практически не выступал. Я даже не выступал, по-моему, ни разу на Хабаре. Может, не знали, что дальше от вас ждать? Может быть, и это. У меня даже такой интересный случай был. Всплывал Дефеша Викиликса. У меня была встреча с американским послом в Нью-Йорке в 2009 году, когда я был вице-президентом торгового правительства палаты, мы проводили казахстанско-американский бизнес-форум. Но тогда у меня уже идея созрела, и я практически понимал, как я это сделаю. И за обедом через стол сидел американский посол, и я к нему подошел и сказал, господин Хогланд, мне нужно с вами поговорить. Он говорит, а по какому поводу? Я создаю политическую партию. Он тут же положил вилку с ножом, и мы пошли разговаривать. Разговаривали о том, какие проблемы я готов поднимать и хочу поднимать. И там же я сказал ему, что проблема Каспиона очень серьезна. И американские компании, которые себя позиционируют как глобальные лидеры, публичные компании, на самом деле работают в Казахстане и ведут себя как где-нибудь в Нигерии. И он это записал все. И я ему сказал, что у Казахстана есть два пути. Либо стать Норвегией, либо превратиться в Нигерию. И через полтора года на зоне Ки-Зет выходит именно вот эта фраза про Норвегию и Нигерию. И пересказывается содержание нашей статьи. И самое интересное, у меня один политик, я не буду называть имя, он подошел и сказал потом, слушай, а сколько стоит попасть в Викиликс? Ну, то есть народ думает, что за деньги можно купить и популярность, и какие-то там скандальные вещи. Ну, вот этот момент, может быть, тоже сыграл на том, что ну как так человек спокойно встречается, разговаривает с американским послом и разговаривает о какой-то там политической ситуации. Может, тоже это кому-то не понравилось. Но я то, что ему говорил, то, что вышло в депеши, вы можете, у меня, кстати, в Фейсбуке этот текст есть, и на английском, и на русском языке. Хотя вы без всякой крамолы. Абсолютно. Чувствуете себя свободным человеком? Абсолютно. Крамолы никакой нет. Я поэтому и приезжаю в страну, потому что я ничего криминального не сделал. А мне кажется, что вам нравится ходить на краю пропасти. Вот вы такой человек, мне так кажется, что вот вам нравится. То есть вам все время, мне кажется, интересно, вы приезжаете, кто вас там запустят, нет? Да нет, что ли? Нет такого. Нет такого, абсолютно. Абсолютно нет, потому что то, что я делал, это в русле политики нашего президента. И мне просто никто не может предвискать, вот ты здесь идешь против интересов государства. Да, понятно. Иногда, может быть, если я иду, но я иду за интересы народа, как в случае с банком ядерного топлива. Но вы же этот политический вкус почувствовали, да? Вот тянет опять, да, вот в политику? Ну, будем так говорить. После того, как меня лишили партии, после того, как нас сняли в выбор, был очень большой соблазн вообще не приезжать сказать, ребята, ну все, хватит. Да, ну вот. Не, на самом деле у меня и такой настрой был в самом начале. Я четко осознавал, что может не получиться. Но, по крайней мере, я своим детям могу сказать, что я что-то пытался сделать, но не получилось. Но сейчас, мне кажется, что вы как-то остыли и хотите снова продолжить. Или мы чего-то не знаем? Нет, на самом деле я просто понимаю, что есть какая-то ответственность. Есть люди, которые в меня поверили здесь, да, есть сторонники мои, есть просто сочувствующие, да. И вот так вот просто все бросить тоже нельзя. Но те идеи, которые я говорил и сейчас говорю, я их буду продолжать. Не важно, нравится это нашему правительству, да, но если это идеи, которые на благо народа, я их буду дальше делать. Вот банк ядерного топлива и Каспийскую проблему, я ее буду поднимать. Сергей Жанн, смотрите, вы публикуетесь в зарубежной прессе, да. Я знаю, что очень часто, то есть по Фейсбуку даже вы выкладываете статьи, да, в различных газетах. Но вы говорите о наших внутренних проблемах, да. Да. И, ну, вы не делаете плохо для нашей страны, то есть для нашего имиджа. То есть вы не выглядите, не выглядите как обиженный на Казахстан человек, который говорит, поднимает внутренние наши проблемы за рубежом, да, то есть как будто бы вы выносите ссоры из избы. То, что я делаю, я не выношу ссоры из избы, да, я просто пытаюсь показать, что вот есть стандарты демократии, да, западная, да, условно, европейская, а есть как бы наши стандарты, которые они не соответствуют. Ну, демократия, такое понятие, что казахскую демократию с европейской сравнивать очень трудно, но мы должны стремиться, мы должны, там есть просто базовые принципы, первое, конечно, верховенство закона, the rule of law, что называется, да, то есть это первый принцип. Если есть закон, даже плохой, даже несовершенный, но его должны исполнять все, независимо, это президент, да. Народ у нас лоялен и законопослушный, и можно поменять все очень быстро. Нет, народ-то законопослушный, проблема же не в народе. Проблема в качестве закона, да. Вот мы и хотели поэтому попасть в парламент и на самом деле реально решать эти вопросы. Но вам всего 43 года, я думаю, что вы еще верите в то, что... Ну, я на два года младший там Саакашвили, который уже ушел, два президентских срока отсидел. Ну, в принципе, возраст нормальный, но, понимаете... У вас, мне кажется, вот вы прям полны амбиций. Вообще, хотелось спросить, вот вы сейчас как политик-фрилансер, да? То есть без партии, да? Как вот выразиться, вы сейчас вот кто? В политике или просто... Я вам расскажу случай, не случай, а пример приведу человека, который без партии стал самым популярным политиком в одной стране. А есть такая страна Норвегия. Молодой человек по имени Фредерик Хауги, ему было всего 25 лет, создал экологическую компанию, НПО. И он начал работать против государственной компании Статуэл. Он критиковал, он писал, он объяснял людям, что вот эта компания наносит ущерб окружающей среде. В один прекрасный момент Статуэл, понимая то, что вот этого молодого человека народ слушает больше и верит ему больше, начали сами его финансировать. Они сказали, что надо? Он сказал, мне нужны вертолеты, мне нужны свои катера. Это на сегодняшний день политик номер один. Господин Хауги сегодня в Норвегии, он популярнее норвежского короля. Теперь мы понимаем, с чего вы стремитесь. Никакой, абсолютно. Нет, это один из примеров. Вы хотите, чтобы вам платили за то, что вы делаете? Нет, нет, абсолютно. Абсолютно нет. То есть вы считаете, что партия теперь не нужна, по сути? Можно и без партии добиться своих целей, да? Нет, конечно, партия нужна была в тот момент, когда мы были в преддверии выбора. Сейчас она не нужна, поскольку мои сторонники есть. А кто ваши сторонники? У меня очень много молодых людей. Ну, молодых людей, а вот из известных. Женщины, которые переживают, как завтра будут жить их дети. Очень много у меня сторонников. Назовите мне вот самых известных ваших сторонников. Самых известных? Ну, они на сегодняшний день известны публике, но они... А это больше зеленые сторонники или национал-патриоты? Зеленых у меня много, и национал-патриотов сейчас тоже прибавилось среди моих сторонников. Бережа, ну, свои детей вы же воспитываете не в Казахстане. Я очень хочу, чтобы они жили в Казахстане. Это такая для меня даже сердечная боль, будем так говорить, да? Но проблема в том, что я не чувствую себя здесь востребованным, это раз, да? Во-вторых, как вы сами говорите, завтра могут мне просто сказать, не пустить меня в страну. И такое возможно, я тоже этого не могу отрицать, да? Но я готов сюда приехать, если я буду здесь нужен, если будет, если государство будет нуждаться во мне. Бережа, ну, смотрите, вы лукавите, потому что вы свою семью-то перевезли гораздо раньше. Ну, конечно. Вы могли жить и воспитывать, вы могли их и здесь, в принципе? То есть зритель будет думать, да, вот хорошо, все говорит, складно, но у него семья живет в Лондоне. Он давно живет. Нет, во-первых, ребята, в отличие от других жителей Лондона, новых жителей Лондона, я ни у кого ничего не украл. Я абсолютно лояльный гражданин. Ну, и речь сейчас не об этом, да, понятно. Меня никто не выгонял из страны, поэтому я всегда говорил, что против президента я не могу выступать, потому что он меня не лишал гражданства, он меня не выгонял, не снимал с постов, там, не отбирал мой бизнес. У меня, что называется, nothing personal, да, ничего личного нету. Я работаю, я стараюсь делать то, что нужно моему народу. Если я где-то заблуждаюсь или где-то мои мысли, может быть, чересчур продвинуты, да, и не соответствуют сегодняшему состоянию Казахстана, это, конечно, моя проблема, да. Ну, я вам отвечу на этот вопрос. В 2000 году Акимом Атравской области был назначен Сергей Пекта Укеев. И когда его назначили, он пригласил меня работать в Атрав. Я могу даже сейчас сказать, он, наверное, никому не говорил, он меня пригласил первым заместителем Акима области. Мы провели Маслихат, утвердили даже местный бюджет, и потом приехали назначаться в Астану. Тогдашний руководитель АП сказал, что моя кандидатура непроходная. То есть уже в 2000 году? В 2000 году, да. Не знаю почему, а сила молодости? Но там другого, нет, не сила молодости, обычный казахский трейболизм. В тот момент мне прямо так и протранслировали. Ну, по географии не проходит, да. И в тот момент мне стало на самом деле не то, что обидно, да, я понял, что если в этой стране там землячество, кумовство там развито до такой степени, то я будущего в этой стране для себя и своих детей не вижу. А что значит в этой стране? Это же один человек. То есть это же не человек, который, вся страна, да, но это же не вечно его должность. Нет, ну понятно. И я в тот момент решил... Просто обиделись. Нет, я не обиделся и уехал, я ушел просто в бизнес, потому что я работал в государственных органах и хотел посвятить жизнь вот именно этому. Ну, мне просто поставили такой барьер, и я решил себя попробовать как бы в бизнесе, начал заниматься бизнесом, а потом та компания, с которой я работал, открыла представительство в Лондоне, и я просто уехал туда. Сергей Жанн, переезжайте обратно в Казахстан, переезжайте семью, переезжайте, устроитесь в Министерство охраны окружающей среды, сейчас так оно называется? Ответ секам. Ответ секам. Это, знаете, должность, которая навсегда, как была задумана, да? Да, вроде министры меняются, в принципе, а вот ответ секи, они должны сидеть. По идее так задумывалось. Вот просто хоть с кем, хоть директором департамента, потому что вас слушаешь, вы говорите важные вещи для нашей страны. Если вы хотите принести пользу для государства, вам же не обязательно быть министром, не обязательно иметь партию. Просто тревожно думать, что вот так вот у вас не получилось, вот, замок имстан, да? И вот, чтобы доказать, вам пришлось через вот туманный Альбион вернуться потом лидером партии, чтобы что-то доказать, понимаете? Ну, вот такие мы козероги, козероги мы настырные, вот такие вот, да, да. Нет, я просто чувствую, что вы на самом деле, я просто знаю, да, я вижу таких людей, которые на самом деле готовы, да, они молоды, они интересны, у них есть идеи, они готовы работать. И как вы говорите, не из-за того, чтобы там, многие же рвутся во власть, для того, чтобы заработать большие деньги, чтобы в один момент стать, я не знаю, миллиардером, да, миллионером, и мы знаем, как ими становится, и как они перевозят, вывозят свои семьи в Лондон, и что эти семьи их ждут, и мы видим, что рано или поздно эти люди едут к своим семьям. Абсолютно. Да, то есть мы это знаем, но вы же другой человек, вы же человек, который готов работать, но вы же можете вернуться, почему вы не вернетесь? Я могу вернуться, но, я же говорю, предложений пока нет, я открыт предложением. Нет, зачем ждать предложений? Придите и сами скажите, я хочу работать, хоть кем. Вот я вот заявляю, что я хочу работать и готов работать на государственной должности. Я, в принципе, я даже думаю... Вы не оппозиционер, вы не против власти, вы за президента. Вы меня рекрутируете, я так понял, да? Я просто резюмирую для себя, я же все правильно. Вообще поработали бы вот в этом кабинете министров? В новом. В новом старом. В новом кабинете министров я бы поработал бы. Ну, в принципе, если мне не найдется здесь место, я думаю, что из меня бы получился бы, например, неплохой посол Казахстана в Лондоне, в Великобритании. Это вы сейчас намекаете? Ну, вы же меня рекрутируете. Да, вы даже не намекаете, а вы пробьете предложение. Я могу сказать должности, которые меня интересуют. Это шутка. На самом деле я готов, если будет какой-то определенный круг полномочий, где-то я смогу что-то решать. Я не хочу просто просиживать на одном месте. Конечно, и потом время же идет, вы молоды, вы сейчас горите, мне кажется, вам нужно работать. Что вы там сидите в Лондоне? Ну, я работаю, на самом деле. Надо или поздно ваши деньги закончатся. Это же, ну, я вообще не понимаю, как можно просто сидеть. Вот вы сами, как по ощущениям, скоро вернетесь? В публичную политику, не знаю, на службу государственную? В каком-то виде? Зрителю, гражданину нашей страны вы скоро вот явитесь снова, да? Серегжан Мамбиталин. Ну. И должность какая-то. Может, хотят, чтобы вы попросились министром? Да, потому что они ждут от вас предложения. Может, они же не знают, чего вы хотите. Нет, ну, например, если бы мы прошли бы в парламент, да, если бы у нас правительство формировалось по партийным, как бы, спискам, да, представить, в принципе, место министра экологии могло бы быть за партией зеленых. Ну, вообще-то, если бы я хотел какую-то должность, да, я просто пошел бы эту должность, купил бы, да? Зачем это такую в долгую, да, там, партия, там. А что, у нас можно купить должность? Ну, это не секрет, наверное, да? Конечно, не секрет. Не секрет? А вы влиятельный человек? Ну, я... Сложно мне назвать влиятельным, но, по крайней мере, я знаю, что иногда просто идешь по улице, люди подходят, здороваются и говорят, «Тих же, мы, нам просто приятно, что есть люди, которые могут говорить в этой стране правду». Вот и все. Вот мы дожили до такого, что говорить правду – это уже круто. Ну, я вот хочу сказать, что я говорю правду, потому что, в отличие от многих других политиков, я не ангажирован ни властью, ни беглыми олигархами, ни за мной нету там капитала, и мне не может никто позвонить, сказать, «Серегжан, вот это ты должен сказать, а вот это не должен сказать». Хотя говорили, что вы проект Аккорды. Ну, вы же все убедились, что я не проект Аккорды. Я надеюсь, что... Может быть, это такая многоходовая задумка. Да, может быть, вы рано или поздно, потом через лет 10, все карты, знаете, как-то вот, и будет совершенно другой расклад. Ну, что-то совсем такая сложная тема. Я думаю, я думаю... Сложно там не... Там так не мыслят в Аккорде, да. Это чересчур сложно, конечно. У нас на самом деле мы стали больше ценить людей, которые не боятся говорить правды. То есть вы же не призываете к революции, вы не оппозиционер, вы... Хотя через Фейсбук можете вывести людей, да? Признались сами. Через Фейсбук? В случае чего, да. Нет, ну... Куда вывести? А я-то сейчас таких людей же. Нет, мы можем вывести на пикет против атомной электростанции, а выводить людей просто так смысла нету. И не надо это делать. В принципе, мы все люди. Мы можем просто сесть и поговорить. Моя проблема в том, что вот... Что я так и не дошел до президента. Если бы мне дали 15 минут пообщаться с ним вот так, тет-а-тет... Он бы стал зеленым. Он бы стал зеленым лидером. Я бы ему сказал, ну, Станавич, зеленый это круто, зеленый это модно. И, в принципе, Нобелевскую премию, да, он бы мог получить не за антиядерные инициативы, да, а вот закрытие Семипалатинского полигона, это решение большой экологической проблемы. То, что у нас восстанавливается Орал, это тоже очень большая экологическая проблема. Если бы еще закрыл Кашаган, вообще было бы хорошо. Вот тогда бы Нобелевская премия 100% обеспечена. А вы думаете как, что говорят про вас плохо? Ну, конечно, они формируют мнение... Что вы плохой? Ну, из меня чуть ли не врага государства пытались сделать. Потом я слышал, что меня пытались сделать там агентом английской разведки, там, американской разведки. Ну, я вот вам сейчас вот... Ну, я же был на детектора уже, да? За мной нет никого. За мной нет никого. И я считаю, что я единственный, может быть, так, в Казахстане политик первичный, который руководил партией, да, вот. Есть вторичные политики, которые зависят от спонсоров, от каких-то договоренностей с администрацией. Мне не надо... Почему я, может быть, и стал популярным? Потому что я говорю все, что у меня на душе. И меня ничто не останавливает, ничто не сдерживает. Да, может, я говорю не совсем приятные вещи иногда, но это правда. Люди чувствуют фальш. Стоит политику соврать. Особенно сейчас. Особенно сейчас. Особенно молодежь, да? Вот почему сейчас вот не верят тем, кто сейчас находится в оппозиции, да? Потому что, ну, сказал фальш, обманул людей, и все. И на этом твоя, как бы, карьера заканчивается. Саша вам дал четкое определение, политик-фрилансер. Поэтому я думаю, что у вас это неплохо получается. Вот человек, по которому говорили, который из Норвегии, я думаю, что вот он... На самом деле это вот политики будущего, да, наверное? Я готов работать на благо народа, на благо государства. Возвращайтесь. Я очень неприхотлив в быту, да, мне не нужны такие там миллионы, миллиарды. Если я сделаю что-то хорошее для народа, мне будет достаточно его благодарности. Вот это будет моя награда. Ну что ж, встретимся тогда-тогда, тогда, когда вы вернетесь. И мы с Сашей снова у вас возьмем интервью. Спасибо вам большое, что вы нашли время для нас. Вам спасибо. Спасибо. У нас в гостях в Астане Сергея Мамбеталин, и вы смотрели интервью. Наш новый проект с Александром Журавлевым. Всего доброго. Спасибо. 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 , спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...